Девчонки и мальчишки, всем привет! Сегодня мы будем делать видео о прическах, точнее даже о двух прическах. Первая это будет на кинофестиваль в Каннах, другая это будет на венецианский карнавал. Итак, эти прически приурочены к конкурсу, кстати, от Риммингтон. Обратите внимание, потому что мы будем создавать их, точнее, мы будем создавать прически при помощи фена и стайлера от Риммингтон. Также вы можете поучаствовать в конкурсе от Риммингтон. Это вам нужно просто взять и купить товар от Риммингтон, где в упаковке будет промо-код. Промо-код зарегистрируют на сайте getroity.pro. Два самых главных победителя поедут в Канне и Венецию. Тур будет, насколько я помню, на двух человек, а также все остальные 30 участников, которых выбедрали в рандомном порядке системы, просто получат гарантированные призы от Риммингтона. Итак, давайте приступим просто к укладкам. Первая укладка это будет на Акадский кинофестиваль. Первое, что мы делаем, это берем жидкость, которую даст объем нашим волосам, распыляем ее на волосы, а также высушиваем их феном. Прямо создали объем на волосах, дальше мы будем использовать мультисталлер от Риммингтона. Почему мультисталлер? Потому что у него одно основание и очень-очень много насадок, что дико экономит место. У него три температурных режима, что очень удобно. Вот, сейчас мы будем просто накручивать волосы на такую вот плойку и дальше дадим им основание. В общем, вы все увидите на видео. Накручивать их мы будем в таком вот горизонтальном положении, потому что нам нужна потом будет такая некая голливудская волна. Но, опять же, я не умею делать хорошо голливудскую волну, но мы очень постараемся. Промежуточный вариант, то есть мы начали закручивать вторую сторону, все кудри мы крутим от лица обязательно. Ну как, на мой взгляд, нужно это делать обязательно. Вот, то есть в средний температурный режим волос обязательно нужно будет смочить, скажем так, или не знаю даже, как сказать, обработать, вот, назовем это так, обработать термозащитой, вот, чтобы их ни в коем случае не пожечь, потому что температура достаточно высокая, и волос все-таки, ну, реально жалко. Вот, все модели и название продуктов вы можете найти в инфобоксе, и еще подробную инструкцию того, как пройти, зарегистрироваться и прочее, вы тоже можете найти в инфобоксе. Вот, поэтому мы просто отберем и начинаем закручивать просто вверх, в горизонтальном положении. Видите? Эта прядка не захотела у нас тоже закручиваться. Дальше нам понадобится, нам нужна расческа, а также расчесать аккуратно волосы после того, как они остынут. На этом нужно буквально 2-3 минутки. И когда мы будем расчесывать, нам нужно их аккуратно абсолютно расчесывать, дальше мы будем собирать их на одну сторону, и будет такая голливудская волна. Вот. После того, как мы все расчесали, нужно аккуратно все зачесать на одну сторону, вот так вот. Не нужно только что-то здесь, а что-то было. Тогда эту прядку нужно под низ, потихонечку, чтобы никто не заметил. Итак, дальше мы берем просто невидимки, и все волосы сзади мы подкалываем. Так у нас, видите, получилась прическа, достаточно, на мой взгляд, элегантна, она делает реально быстро, и не нужно никаких специальных приспособлений. Так что давайте перейдем ко второй прическе, которому я бы сделала на венецианский карнавал. Для этого мы расплетаем мою прическу, и нам понадобится сменить насадку. Для этого нам нужна будет конусная плойка, потому что с конусной плойкой у нас получатся как раз-таки такие вот кудряшки, которые будут идти аккуратно вниз, которые мы ни в коем случае не будем расчесывать. Ну, так как у меня многофункциональная вещь, волосы нужно разделить на две части, снова их расчесать, прям вот совсем-совсем для первозданного практически вида. Но это в моем случае, потому что я делаю две прически за раз. Вы, конечно, можете из прямых волос, в общем, заново все крутить. Нам понадобится конусная плойка, как я и говорила. Мы берем такие относительно средние, наверное, так, пряди, то есть и не широкие, ну, точнее, и не толстые, и не тонкие. И кручим опять все волосы с помощью конусной плойки от лица. Я не могу вам точно сказать, сколько нужно держать пряди, поскольку, то есть, вот я их держу до тех пор, вот я их постоянно трогаю пальчиком, пока они не станут такие относительно тепло-горячие. То есть, очень средняя такая температура, не чтобы, естественно, обжечься, но и не чтобы они были холодными. Вот, и когда-то они становятся такие вот более-менее тепло-горячие, вот я называю температуру так, потому что иначе даже не могу назвать, тогда я уже опускаю и вижу, что вот, как бы, вот кудряшка, она есть. Дальше мы эту кудряшку просто относим назад и то же самое проделываем со всеми волосами. Итак, как вы видите, у нас получаются абсолютно другие кудряшки, они более такие вот конструированные, не знаю, как правильно назвать, но, в общем, они более такие вот упругие, более похожие именно на кудре. То есть, не на плавные волны, а больше именно действительно на кудре. Нам ни в коем случае нельзя их расправлять пальцами, серебить каким-то образом. Не надо с ними делать абсолютно ничего, потому что нам они нужны в таком вот первозданном виде, мы их никаким образом расправлять не будем. Значит, что еще? Пожалуйста, вот вообще их оставьте, и желательно, чтобы они такими вот и остались, и остыли. Зачем? Вы увидите дальше, потому что сзади это должно выглядеть вроде как красиво. Далее мы берем прядь примерно вот здесь вот от уха, и чуть-чуть только потолще прядь, вот такой примерно. Заворачиваем ее в направлении от себя, и закрепляем ее с другой стороны невидимками. Далее мы берем такой же прядь с этой стороны, тоже примерно вот от уха. Тоже закручиваем ее в направлении от себя, и точно так же закрепляем ее с другой стороны. Далее нам нужно будет сделать очень странную вещь. Мы берем вот эти вот кудри сзади и продеваем их как бы сквозь получившийся ободок из волос. Далее нам нужно будет сделать очень странную вещь. Как видите, у нас получилась такая прическа, действительно венецианский карнавал, на мой взгляд, потому что мне эта прическа напоминает прическу Бейлис-красавица-читающий. Не знаю почему, но вот так. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что данная информация была для вас полезна. Все ссылки на сайты, на модели тех стайдеров, которые я использовала, вы можете найти внизу в инфобоксе. Также оставьте свои запросы на прически. Я вас всех очень сильно люблю. Всех целую и всем пока!